Я леди Ивани, что ты мне скажешь? На-на-на-на Так, девочки, давайте скорее, потому что сейчас Зим сделает мне выговор. Где это мы так долго были? Диана, мы были в салоне красоты. Они же хотят, чтобы мы были красивыми. Блин, мне обслуживание в этих салонах вообще не нравится. Мэри, ты просто поцелуйся с зубом, и тебе сразу же станет комфортно ходить в такие салоны. Бледная кожа, это так круто! Вот именно, не нужно никакой тоналки. Спасибо, девочки, но в ваших советах я не нуждаюсь. И вы видели, у зуба какой язык длинный? Не видели, Мэри! Дедушка Зеддик, ты здесь? Дедушка Зеддик, ты здесь? Дедушка Зеддик, ты здесь? Я не понимаю, почему дедушка не приходит к нам? Может он уже забыл про нас? Лево на небесах уже не зомби. Зелина, что ты хочешь спросить у дедушки? Спроси у меня, я тебе дам совет вместо дедушки. Зип, в твоих советах я не нуждаюсь. Наш дедушка был мудрый. Давайте еще раз. Дедушка Зеддик, приди. Дедушка Зеддик, приди. Дедушка Зеддик. Дедушка Зеддик, приди ты, елки-палки. Ну где ты? Дедушка Зеддик. Дедушка Зеддик, скажи, пожалуйста, я буду с закатом? Что? Мы за этого дедушку вызывали, чтобы ты спросила этот вопрос. Ну что, Зеддик, я спросила, дедушка не отвечает. Расходимся. Нет, я хочу услышать ответ на свой вопрос. Всем привет, ссори, что мы так сильно задержались, просто нас в салоне так долго обслуживали. Привет. А что это у вас за круг? Чем вы занимаетесь? Вы что, играете в вызывалочки? Не знаю, что они играют, но мне не по себе. Да мы просто вызывали дух морской свинки Залины. Да, она хотела пару вопросов задать. Да, там у нее мех не испортился. Круто выглядите, девчонки. Ух ты, Залина, у тебя была морская свинка? Прикольно, обожаю животных. А разве можно вызывать дух морской свинки? Это же нереально. Кнопа, душа есть у всех, даже у животных. Так мы идем сегодня гулять, мы сделали уход для волос. Так что, может сегодня прогуляемся? Нет, мальчики врут. Мы вызывали дух нашего дедушки Зеддика, чтобы я спросила у него один вопрос. Залина, только не говори какой вопрос, все равно мы не будем вместе. Залина хотела спросить у дедушки, будет ли она вместе с Закатом, но дедушка промолчал. Ну если дедушка промолчал, то Залина с Закатом не будут вместе. Смешно. Зак! Ну что, смешно мне? Залина, слышишь, руки не распускай. Залин, прости, при всем уважении к тебе, но Закат я тебе не верну. Ну так что, мальчики, мы идем с вами гулять? Залин, если хочешь, можешь пойти с нами. Привет. Привет. Блин, да кто-то мне строчит. Нет, спасибо, лучше я дома посижу. Ого, девчонки, это так неожиданно, вы нас пригласили. Девчонки, вы такие красивые, дайте нам время, мы себя в порядок приведем. Хотя бы час. И мы будем огурцами и пойдем, куда скажете. Да, собирайтесь, времени у вас еще очень много. Девочки, можно вас на пару минут? Диана, что случилось? Блин, мы так обозорились, вызывая дух дедушки, что они о нас подумали? Да они ничего не поняли, успокойтесь. Разве может быть стыдно то, что мы вызывали дух дедушки? Родители, родители! Родители в загородный дом, а я уже соскутился за бабушкой и дедушкой. Зачем нам родители? Мы на отдыхе, мы отдыхаем от школы, от родителей. Ребят, успокойтесь. Вы тупые баранчики, мы не можем звать ваших родителей. Потому что придется звать родителей чередержбани. А мы не можем, чтобы приехали родители бани, потому что учитель Майк за ними не уследил. Ребят, мы не можем показать родителям их детей в таком виде. Потому что здесь устроится кипиш. Но я уже соскучилась за своей мамочкой. Я хочу, чтобы моя мама привезла моего хомячка Степочку. Да при чем здесь хомячок? Ты понимаешь, что учителю Майку по бандос будет? Это что, наши проблемы? Да, Стелла, это не наши проблемы. Учитель Майк, мы хотим, чтобы завтра здесь были наши родители. Да, или иначе мы сами пригласим. А у меня семья большая, так что ко мне приедет много родственников. На самом деле, вы как маленькие дети. Вы что, не понимаете? Если здесь будут родители, они будут пытаться нас накормить. Вы этого хотите? Да, это если приедут родители со своей едой, у нас продажи упадут. Я против приезда родителей. Да, я тоже. Приедете домой в конце лета и увидите всех своих родителей. Да, ребята, вы слышали? Давайте просто подождем конца лета. Вы можете каждым своим родителям позвонить. Телефонная будка бесплатная. Круто, но мой папа не любит общаться по телефону. Если мои родители приедут, то они привезут мою девушку со двора. И нам, Карина, придется расстаться. Что? Мы против приезда родителей. Ну что, ребята, против приезда родителей большинство. Так что родителей не будет. Аль, сделай мне куриные крылышки. Аль, со мной горячий шоколад. Хорошо. Офигеть. И все из-за этих креветок на гриле. Как же они меня бесят. Я звоню первой мамочке. Девочки, давайте быстрее. Короче, сообщение мне написал Смайл. Я видела, что он хочет. Блин, когда он наконец-то тебя забудет. Девочки, он написал, что если я сегодня не приду к нему на встречу, он позвонит моим родителям и расскажет все. И они приедут сюда. Я она. А вот это вот уже плохо. Придется с ним встретиться. Девочки, если мне идти на встречу со Смайлом, мне нужно замазать тоналкой свое лицо максимально так, чтобы я пришла и сказала, Смайл, обломайся, я больше не зомбачка. Да, и тогда он не позвонит твоим родителям. Ну, а что он им скажет? Что, ой, меня тебя набросило еще встречаться с другим парнем. Так, девочки, у кого есть нормальная тоналка? Девочки, подбирайте нормальную тоналку, а нашим парням нужно сказать, что сегодня прогулка отменяется. Девчонки, ну мы готовы, вам там еще долго. Мальчики, извините, но мы никуда сегодня не пойдем. Что-то мы себя плохо чувствуем. Да, переутомились очень сильно. После салона красоты. Понятно, ну ладно, тогда отдыхайте. Мы с девчонками сейчас переоденемся и сходим в аптеку. Давайте схожу я. И я могу сходить с зубом? Нет, нет, спасибо, мы сами сходим. Просто нам неудобно, чтобы вы нам покупали то, что нам нужно. Ясно, ну ладно, тогда без проблем. Тогда я пойду сегодня играть в баскетбол. Спасибо за понимание. Не, пацаны, девочки какие-то мутные. Они нам врут. Да ну нет. Они нам врут, они не в аптеку идут. Что, пацаны, может проследим за девчонками? Да, ведем себя как обычно, только не за дверью, а мы за ними. Да, посмотрим какую аптеку они собрались. Блин, Смайл, ты понимаешь, что она не согласится? О, уже согласилась. Серьезно? Да. Короче, пацаны, сегодня незаметно пофоткаю эту странную внешность Дианы. Я отправлю ее маме. Ее мама сюда приедет мгновенно, ей придется расстаться с этим ее парнем с зипом. И Кнопу пофоткаю, я ее папе отправлю. Слышь, я встречаюсь с Дианой, а не с Кнопой. Блин, Смайл, ты жесткий тип, но я сомневаюсь, что Диана захочет с тобой встречаться после этого. А Диана ничего не узнает. Типа приехала мама, типа ее спалила, и все. Так, завтра я встречаюсь с Кнопой, и ее папа увидит фотки, и наши девчонки быстро выселятся с этого дома зомбаков. Ну что, пацаны, пожелайте мне удачи. Удачи, Смайл. Ну что, девочки, у вас получилось замазать мою бледную кожу тоналкой? Диана, все просто безупречно. Все как раньше. О май гад, девочки, и правда все как раньше. Как я скучала за своим таким лицом. Смайл точно не поймет в чем дело. Ну все, девочки, пойдемте типа в аптеку. Диана, сейчас Смайл заново в тебя влюбится. Этого мне еще не хватало. Ладно, девочки, идемте. Мальчики, мы в аптеку, скоро будем. Окей. А зачем в аптеку так наряжаться? И что это у нее с лицом? Осторожно. Хорошо, что ты потом нам рассказала. Все, хорошо. Ну что, девочки, погнали? Погнали! Ну что, с девчонками? На машине? Нет, на какой машине? Так будет сильно пален. Побежали. Диана, мы с тобой! Девочки нет, он уже сидит в беседке. Ждите меня здесь. Диана, только осторожно! Диана, ты не забывай, что Смайл не просто так тебе навстречу приперся. Диана, не забывай, Смайл не такой хороший, ты же помнишь. Девочки, я все помню, все будет ток. Опа. Опа, ну а что с лицом? Привет, Смайл. Давай быстрее. Говори, что ты там хотел? У тебя есть пять минут. Долго я с тобой разговаривать не собираюсь. И если ты хочешь позвать моих родителей, давай зови со мной все, ок? А что с твоей внешностью? Ты что, уже не зомбак? Ты зипом порвала? Не дождешься, Смайл. Зип мой парень. А с внешностью, как видишь, уже все ок. И я больше не зомбак. И больше никогда им не стану. Да, вот тебе идеально. Предательство попакивает. Вот так она в аптеку пошла. На свидание со Смайлом. А в машине ее подруги. Все понятно. Давайте не будем палиться, уходим. Дома с ними поговорим. Мы его доверия, где они, больше нет. Все, уходим, пацаны. Пацаны, тихонько, тихонько, чтобы не с палиться. Ну что, Смайл, ты все сказал? Ну, Диан, может помиримся? Я баран, что голосовал против тебя. Ха, Смайл, я тебя уже прощала. Тысячу раз. Никакого примирения не будет. Хорошо, хорошо, Диан. Тогда я прямо сейчас позвоню твоей маме и расскажу ей, что ты живешь в каком-то странном доме с какими-то странными подростками. Знаешь что, Смайл, странный подросток это ты. А они нормальные ребята. Больше обо мне даже не вспоминай. Удачи. Удачи всегда со мной, а тебе удачи не помешает. Алло, здравствуйте, тетя Нонна. Диана, ну что? Девочки, ничего нового. В сотый раз убеждаюсь, что Смайл еще тот говнюк. Диана, не нужно было идти с ним навстречу. Девочки, зато он очень удивился, что я больше не зомби. Все, поехали. Девочки, скажем мальчикам, что в аптеке не было того, что нам нужно. Да, а то мы с пустыми руками уехали и с пустыми руками вернулись. Ну ничего, девочки, главное, что со Смайлом вопрос решен. И он не расскажет моей маме о моих прекрасных изменениях. Алло, мам, привет. Как у тебя дела? Слушай, ты такое дело, я на своей красной машинке так уже накатался. Да, мы уже так накатались. Да, слушай, может ты с папой мне уже новую купишь, синюю? Да, синий цвет, это любимый цвет вашего сына. Дим, что? Кричит. Мам, ну что эта красная машинка, она уже старенькая, понимаешь, старенькая. Да, уже все скрипит, трещит. Не купит, Костя, мне новую машину. Это потому что ты уговаривать не умеешь. Слушай, Костя, знаешь, как мама кричать стала, ты даже себе не представляешь. Вот знаете что, ребят, ну вы не подходите друг другу, вы вообще не подходите. Да, серьезно, это ты так решил? Да, я разбираюсь в отношении. Слышишь, не лезь в наши отношения, мы в твоих советах не нуждаемся. Карина, точно тебе не подходит, еще такой врубьян фу. Сам ты фу. Короче, девочки, завтра я иду к этим креветкам и делаю им полный разнос, что к нам наши родители не могут приехать. У меня такое ощущение, что выход к этих креветок весь мир крутится. А вообще, девочки, что здесь делать нашим родителям? Они тут со скуки с ума сойдут. Я вообще не хочу, чтобы моя мама приезжала, она будет меня ругать за мои оценки. А оценки закончились два месяца назад, мы вообще-то на каникулах. Девочки, вы не знаете мою маму, она может сутки про эти оценки разговаривать. Смайла, ты успокойся, а то увидел уже Диана. Да меня она отшила, отшила, как последнего лоха. Ну, кстати, у нее было нормальное лицо, она походу уже не зомбачкает, вообще не понимаю, что происходит. Фрук, свалите отсюда, меня тышнит от вас. Смайл, надо было спросить, что у нее с лицом, у тебя что, языка нет? Я не спрашиваю, она сама мне сказала, как видишь, Смайла, я уже не зомби. Да, возможно, и тут зипушит нормальный парень, вообще не понимаю, что происходит в том доме. Ну, что-то стало нормально. Пацаны, да успокойтесь, девчонки флиртут. Вот начнется школа, зомбаки останутся тут, а мы будем с нашими девчонками. Прикиньте, пацаны, если девчонки возьмут этих зомбаков к себе в школу, их же закрыто. Ромео, закрой рот, а то сейчас получишь глаз. Ай, спица, у нас сегодня есть деньги. Давайте нам крылышки. Поздно, мы уже закрываемся. Утром приходите. Нет, ребята, так дело не пойдет, у нас есть деньги, мы хотим жареные крылышки. Пожарьте, пожалуйста, вам что, трудно, или мы пойдем в другое кафе деньги тратить? Другого кафе здесь нет. Так что не пугайся. Руки, знаешь что, пицца, я тебя больше на чай не оставлю. Все, пошли, Жур. А вы и так никогда не оставляете. Достали, пришли на наш глядин. Ну что, проследили, что узнали? Узнали очень много плохого. Девочки нас обманывают. Доверия к ним больше нет. Диана встречалась со своим бывшим бойфрендом, еще что-то с лицом сделала, замазала его, чтобы быть похожей на человека. А я говорила, что эти девочки вас недостойны, им доверять нельзя. Уже поняли. Пацаны, что будем делать? Разорвать с ними отношения? Давай их дождемся и посмотрим, что они нам скажут. Посмотрим, как они будут нам врать. Всем привет, мы вернулись. Честно говоря, у вас такие проблемы с аптеками. Да, все были закрыты. А нам так нужна была эта аптека. Диана даже зафемировалась, чтобы пойти в обычную аптеку. Но это оказалось очень далеко. Девочки, девочки. В чем проблема? Чего такие надутые лица? Зип? Зак? Закат, что случилось? Ну и как прошло свидание с бывшим баскетболистом? Кнопа, ты тоже с Тимурчиком виделась? Что? Знаете что, девочки, вы моих братьев недостойны, а ты, Кнопа, тем более недостойна моего заката. Все понятно. Не переживайте, мы вам сейчас все объясним. Твоего заката, именно твоего. Стоп, пацаны, вы все неправильно поняли. Это не было свидание Дианы со Смайлом. Это больше было похоже на разборы. Разборы? Ну и что были за разборы? Диана, я тебя люблю. О, Смайл, я за тобой так скучала. Послушай, Зип, я так не могу. Где доверие? Мы не будем с вами встречаться, если вы не будете нам доверять. Просто понимаете, Смайл очень сильно окупел. Он хотел позвонить Дианыным родителям. И хотел их сюда позвать. Врут! Мальчики, да они врут. Короче, девочки, до завтра мы ждем ответа. Любите нас или нет? Мы с обманщицами встречаться не будем. Завтра ждем ответа или вы селяете. Хорошо, мальчики, мы вас поняли. Жалко, что вы нам не доверяете. Вы просто понимаете, начинается такая же история, как с баскетболистами. Вы просто не понимаете, во что Смайл хотел вляпать Диану. Не понимаю. Спокойной ночи, девочки. Спокойной ночи, Залина. Спокойной ночи, мальчики. Им тут делать нечего. Их нужно выгонять. Мы сами решим, что с ними делать. Блин, ребят, мы вляпались. Но мы не хотели, правда. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик и ждите наши новые крутые серии. Всем до встречи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok